Приветствую вас. Для начала, я думаю, что имеет смысл обратиться к священнику, если вы считаете, что совершаете что-то такое вот прям плохое, да? Если вы считаете, что это грех, именно. Вот, потому что с точки зрения психологии, да, ничего греховного в этом нет. Нет, а в том, что вы сделали, нет в том, что вы делаете, вот, ничего в этом вообще плохого нет и быть не может. Значит, ну вот, возникли у вас, грубо говоря, чувства, там, ну вот, чувства к рётному, да, ну, что теперь, в общем, поделать с этим? Вот, поэтому я думаю, я думаю, что ничего, эм, ничего страшного нет в том, честно говоря, ничего страшного нет в том, что вы, ээээээээ, как-то вот, Что у вас появилось, у вас появились щитовы разниматься на вашем сцене. Другой вопрос, где реальный ответ, да, то есть, важно как-то вот всё разрешить максимально корректно, бесконфликтно, вот, эту ситуацию. Вот, вот что важно сделать, потому что, ну, сами понимаете, что, как бы, если это измена, да, если вы изменяете своему мужу, то здесь есть некоторые сложности, некоторые трудности, вот, ну, в том числе, трудности какого плана, да, в том числе трудности морального плана, трудности бытового плана, трудности психологического плана, травмированности и прочее. вот, если вы говорите про чувство стыда, которая у вас может быть, вот, что я, честно говоря, думаю, что это в общем и целом корректируется, вот, чувство стыда, которое у вас, ну, может быть, вот, я думаю, что это корректируется вполне, я думаю, что это регулируется, вот, и в общем, в общем, прорабатывается, потому что чувство стыда это, ну, скажем так, да, скажем так, чувство стыда это действие определенных моментов, чувство стыда это воздействие определенных, в том числе, таких, не объективных, вот, стереотипичных факторов, вот, это важно понимать достаточно хорошо, вот, потому что действие стереотипов, действие стереотипов именно на людей, у которых есть сомнения, у них сомнения в, самих, в себе, да, вот, довольно сильно, к сожалению, и тут нужно именно с этим работать, потому что бы, просто для того, чтобы человек, ну, условно говоря, лучше разбираться в себе, чтобы человек лучше понимал себя, вот, чтобы человек, лучше себя ощущал, чтобы человеку было хорошо, вот, и так далее, да, чувство не всегда работало, но я думаю, я думаю, что если у вас именно в Абонас поверит, то обращаться лучше к священнику, вот, а так, что вы делаете сейчас, по сути, вы говорите, что вот у меня есть чувство, да, ну, чувство, типа, типа, а, у нас здесь, чуть быть не должно, но вы говорите, что, ну, разликает такой, такой невольный вопрос, да, ну, что значит, там, чуть быть не должно, да, у вас чувства либо есть к мужчине, либо у вас чувства нет к мужчине, а вот так получается несколько странно, но просто сами подумайте немножко, да, как обстоят дела. Вот, это то, что я могу вам сказать. И вот, что важно, то, что за таким вот объясниванием ваших чувств стоит краски, стыдливость, как раз таки сомнения в себе, да, и как раз таки неуверенность, чем вам и нужно работать. Так что, обращайтесь к психологу, выбирайте эксперта и начинайте работу, если у вас есть такое желание. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok